Отряд ОМОН готовится к штурму. За этой дверью преступники. Захват необходимо провести быстро и максимально жестко, чтобы подавить всякое желание сопротивляться. Все происходящее снимается на камеру. Эти кадры позже станут важнейшим доказательством. Документы к осмотру! Документы к осмотру! Быстро! Ровно ляжь! Ровно ляжь, я сказал! По оперативной информации, среди задержанных могут быть торговцы наркотиками. Всех подозреваемых тщательно обыскивают. Смотри, можно смотреть? Что это? Сюда как же? Клиник, крем. Давай, в этом кармане вытаскивай. Что? Этой рукой. Ну, полиэты сюда. Этой рукой. Медленно. Ложи сюда. Смотри, что ли? Фонтик, иди. Влети сюда быстро, б***ь! Я взял. Это было у вас из того момента? Да. Вы не знаете, что это? Это скотч с бумажкой. Скотч с бумажкой? Вы с собой носите в кармане скотч с бумажкой? Несмотря на улики, задержанный продолжает отпираться. Что это такое? Давай, говори, что у нас там за тема? Это просто скотч с бумажкой. У тебя на глазах, б***ь, родной, скотч с бумажкой, б***ь! Из-за таких долбаников, как ты, б***ь! Мы молодежь теряем, понимаешь? Нет? Посмотрите. Чего? Посмотрите, б***ь! Что это такое? Скотч. Скотч, б***ь! Ты скотчем, что ли, торгуешь, а? Нет, не выпил. А что у тебя глаза такие, а? Выпил. Выпил, б***ь! А эти кадры никогда не должны были попасть на телевидение. Руководитель опергруппы, в виде упорства молодого человека, выходит из себя. Родной, у меня лицензия, б***ь! Я таких дебилов, как ты, могу в месяц по пять человек, б***ь, отстреливать. Понял, б***ь? Говори! И мне за это ни, б***ь, ничего не будет, б***ь! Понял? Подозреваемый отказывается давать показания, и у оперативника сдают нервы. Встал, я сказал, б***ь, быстро! За юношу заступается его сестра. Маш, вы могли бы покрыть? Нет, не могли бы. А вы могли бы покрыть? А я аккуратно стою. У вас какие-то проблемы, или вы хотите полежать рядом с мужчиной? Я постою. Мы можем это устроить, даже несмотря на ваш шикарный наряд. Хотите полежать? Ну, тогда будьте любезны, закройте свой рот. Хорошо? Я говорю, закройте свой рот. И стойте ровно. Люди в масках свое дело знают. И с представителями криминального мира особо не церемонятся. Извини, что наступил, б***ь. Не покорял я тебя, нет? Я не слышу ответа. Нет. Вот, видишь как, не покорял. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы на место не прибыла съемочная группа телекомпании НТВ. Как вы зовут? Илья. Как зовут? Илья. Илья, вы по какому? Илья. Хорошо, смотри. Отмечаю до рождения. У вас кое-что обнаружено. Что это? Это скользкая бумажка. Можете проверить. Неожиданно репортер криминальной хроники сама становится объектом агрессии. Я еще раз повторяю. Камера, я сказал, выключи быстро. Я еще раз повторяю. Значит, я сейчас зубы влюбил. Выключи камеру, я сказал. Ваша фамилия. Между тем, журналисты продолжают исполнять свой профессиональный долг. Мы пришли сюда отмечать день рождения. Все. Чей день рождения? Кто здесь попался? Мой и мой брат, наши друзья. Ворвались данные люди. Немножко испортили праздник. И, наконец, наступает развязка. Можете дружно повернуться ко мне. Мы вам скажем. С днем рождения! Я тебе говорю! Я тебе говорю! Я тебе говорю! А вот и организатор розыгрыша. Мама именинников, двойняшек Ильи и Насти. Отметить двойное совершеннолетие своих чад родители решили по-взрослому. Вот, виновница. И Илюша, иди сюда. Ну что, как вам подарок? Эмоционально. Вот только вот это вот снять, и все, все, бесит. Чтобы запомнили на всю жизнь. Свои 18 лет они должны запомнить на всю жизнь. Я была уверена, что нервы моих детей выдержат. Главный оперативник без маски выглядит вполне добродушно. Заказчики захотели что-нибудь экстремального, чтобы человек запомнил на всю жизнь. Я думаю, 18 лет так можно запомнить очень надолго. Такой розыгрыш стоит примерно около 70 тысяч рублей. Так, ребята, подарок понравился. Хором! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...